Виктор Шунтиков Виктор Шунтиков Виктор Шунтиков Виктор Шунтиков С чего начинается техническое действие борца? Ну, захват, понятно, захват, да, правильно? Но чтобы сделать техническое действие, прием, как правильно его сделать? Сравновесие надо сначить. Правильно, вот вы ввести сравновесие соперника. Виктор Павлович Шунтиков – директор специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва Гомельского района. Кроме того, он еще и основатель этого учреждения. Еще в далеком 1980 году, сразу после окончания факультета физвоспитания Гомельского государственного университета, наш герой приехал в небольшой строящийся поселок Новую Гуту. Здесь же на базе совхоза комбината СОЖ устроился работать спортивным инструктором, организовал работу спортивной секции для детей. Кстати, к этому времени наш герой уже был мастером спорта СССР по борьбе самбо. Один из воспитанников, из первых, который выполнил в 1980 году нормативу спорта, мастера спорта Республики Беларусь, занимаясь на первенстве Советского Союза среди сельских спортсменов, у нас такая ЦС «Урожай». Было при Советском Союзе еще в 1980 году. Вот я стал чемпионом, присвоили звание мастер спорта Республики Беларусь. В этом же году по направлению я приезжаю сюда в Новую Гуту. Строится комплекс свиноводческий, жилье строится. Ну и мне директор Михаил Михайлович Муралко, который я первый директор, предложил, видя ситуацию, что много молодежи, перспективность развития детей много, пригласил меня заниматься спортивной деятельностью. Его выделил в старую столовую, я закупил, поехал в Минск, он выделил деньги и прочее. Борцовский ковер, куртки, все необходимое для занятий спортом. И вот тогда, как говорит наш герой, начались первые и значимые победы ребят. В Новой Гуте на тот момент сложно было найти мальчиков или девочек, которые не соприкасались бы с самбо или дзюдо. Спортсмены совхоза комбината СОЖ громко заявляли о себе на республиканских спортоядах ГТО, самбо, дзюдо. Поэтому для дальнейшего развития спорта назрела необходимость строительства спортивного комплекса. Мы попали в 80-м году на Олимпийские игры, все средства были забраны на Москву и прочее, не построили спортивный комплекс, и как бы в план было трудно попасть. Устроилось все это, вот. А в 90-м году мы выигрывали республиканскую спортояду по ГТО. Значит, меня приглашают в сельскую газету в Минск для освещения награждения. Значит, вот я там даю интервью, рассказываю, что у нас все хорошо, кроме того, что у меня отсутствует база. Значит, это прошло по республиканской газете. Эта статья нам помогла войти в план строительства этого спортивного комплекса. Сразу же он меня назначил директором строящегося этого спортивного комплекса. Значит, и по ходу два года подряд, когда эта стройка шла, мы подбирали весь спортивный инвентарь и оборудование для этого заведения. В 92-м построено, 1 марта 93-го года. Вот, и был создан школой. Ее директором был назначен Виктор Павлович Шундиков. Среди первых тренеров, которые пришли туда работать, мастер спорта Владимир Худяков и заслуженный тренер Белоруссии Виктор Плеско. Кстати, именно Виктор Плеско был первым наставником по самбо у нашего героя. Они-то, например, взяли это трудолюбием очень таким. Взяли, жили Лопатина они, приезжали сюда в Гомель на тренировки. Во время был у нас неактив, даже с 9 вечера домой добирались они где-то около часу ночи только приезжали. Ни одной тренировки не пропускали. Вот это все говорит о том, что хотели заниматься, добились своего. Как говорит сам Виктор Павлович, по нынешним меркам он довольно поздно пришел в спорт. В 15 лет. Днем учился в Лопатинской школе, что в Гомельском районе. А вечерами пропадал на тренировках по самбо в Гомеле. В итоге Виктор Шундиков пошел не только по стопам своего тренера, но и во многом превзошел учителя. С момента открытия спортивной школы ориентир был взят на результат. И он не заставил себя ждать. За высокие показатели в работе отделения самбо в 1999 году, а в 2001 году отделения дзюдо, Министерством спорта и туризма Республики Беларусь школе был присвоен статус специализированный. На тот момент в Новой Гуте кипела спортивная жизнь. Заниматься физкультурой на базе школы мог любой желающий. В спортсекциях по дзюдо, самбо, а также волейболу тренировались местные ребята. В их числе и сын Виктора Павловича, Сергей Шундиков. В 1999 году он впервые стал победителем чемпионата мира по самбо среди юниоров. Сергей Шундиков также является чемпионом Европы, вице-чемпионом мира по дзюдо. За выдающиеся спортивные результаты ему присвоено звание «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь». Здесь забрана небольшая часть Сергеевых наград. Он начинал свой путь спортивный с самбо. Первоначальный самбо. Он как бы юношей, будучи юношей, мы все родом по большому счету и самбо. Будучи юношей, уже подавал большие надежды в спорте. Он принял участие в трех чемпионатах первенствах мира. Завоевал, выиграл два первенства мира. На одном из них был бронзовым призером первенства мира. Два первенства Европы выиграл по самбо. 15 лет, как ни есть, он уже защитил звание мастера спорта Республики Беларусь по самбо. Здесь вот это первая медаль 2000 года. Это в Болгарии, значит, первенства Европы. Он победил, значит, здесь медаль. Вот это чемпионат мира по самбо. Санкт-Петербург – это первая награда, которую он выиграл в 99-м году. Чемпионат мира был в Санкт-Петербурге. Очень скромно наш герой рассказывает и про свои награды. Наверное, потому что главный из них считает многочисленные победы его воспитанников, и, в частности, сына Сергея. Почетная грамота исполнилась на комитете областного и прочее. Ну, наверное, уже оценили меня как президент. Вот в 2007 году мне была вручена награда за трудовые заслуги президента Республики. Вот награды у нас есть даже к этому свидетельствует, что Александр Григорьевич награждает. Вот. В 2017 году присвоено звание заслуженного тренера. Многочисленные победы на международном пьедестале были и у других воспитанников школы Шундикова. У нас пласт первых спортсменов, вот если назвать Сергея, это один выпуск у нас очень сильный был. Вот Сергей Семочкин Евгений, наш знаменитый спортсмен-самбист. Седой Игорь, вот Козьев Александр, которого мы сегодня будем видеть на тренировке. То есть это пласт, который вот этими ребятами, мы в 2000 году, половина сборная получилась у нас в Республике Барусь, значит, в Первенство мира выезжали вот с Новый Гуд и наши четыре половины команды мы вывозили на Первенство мира, сборная республики. С течением времени с целью создания благоприятных условий для развития спорта, высоких достижений, на территории Гомельского района открылись филиалы и отделения с дюшер Гомельского района. Открывается у нас филиал в Бобовичах, вот, открывается спортивный комплекс, и там же нам как бы филиалом назначают. Последствия здесь же у Рицкая, Березки такая же ситуация, такая же ситуация у нас, значит, я назвал три, и у Мичуринской, это Брилёва. То есть, это четыре филиала. Отделения у нас, где-то наши же, опять же, воспитанники Терешковичи, Поколюбичи, Боровая при Суворовском училище. На сегодняшний день это около 600 воспитанников с филиалами, отделениями, вот, 17 тренеров. Это, опять же, наши воспитанники все, которые нами воспитаны, все мастера спорта, которые, ребята, которые закончили институт. За время существования школы в учреждении сложились свои добрые спортивные традиции. Здесь проводятся международные турниры по самбо, участие в которых принимают сильнейшие борцы из Беларуси, России, Украины, Дагестана, Туркменистана, Молдовы. Такие состязания для Нового года превращаются в настоящий праздник. С 2006 года традиционным стал турнир по дзюдо «Путь к Олимпу», который включен в республиканский календарь и принимает делегации не только стран СНГ, но и дальнего зарубежья – Польши, Франции, Германии, Объединенных Арабских Эмиратов. В свою очередь спортсмены школы Шунтикова также бывают за рубежом, где участвуют в совместных тренировочных сборах и соревнованиях. В частности, ребята побывали на всех континентах, кроме Австралии. Вместе с тем, Виктор Павлович считает, что у воспитанников школы есть еще непокоренные вершины. У нас есть непокоренные вершины, будем так говорить. Еще олимпийских педесталов у нас, к сожалению, нет. Вот участие на Олимпийских играх есть и прочие там моменты, которые не позволили нам покорить этот педестал. Но это, как бы, история эта, ситуация такая непростая. Поэтому олимпийский педестал, планы, для этого сегодня растут наши дети, есть задатки, есть продолжение этих традиций хороших. Спортивная победа – это победа и спортсмена, и тренера. Тренер закладывает основу характера, формирует личность, помогает преодолевать страхи и неудачи. Кроме того, на него еще ложится огромный груз ответственности за результат. Воспитать одного парня или довести его, да, отшлифовать – очень много физических, материальных затрат. То есть это как, что такое спортсмен – это маленький винтик большой системы, так я уже утреженно говорю. Потому что вокруг него должно все быть. Ну, то есть это ребенок, которого надо растить, над ним, над нянькой. Это должны работать и тренера, и промокологи, и доктора, и прочее. Потому что спорт, он недолгий, и тяжелый, и напряжение, травмы. В семье Виктора Шунтикова сильны спортивные традиции. Если о семейной преемственности, то у Сергея два сына, вот, старший долго мерил кимоно на протяжении, если говорить с пяти лет, он хоккей, потом футбол, потом гимнастика, в общем, в последнее время теннис. И вот только вот год назад у него гены заговорили, хочу, дед, заниматься дюдо. Меньше сразу дюдо пошел тот, вот, как бы, Мирон. По словам нашего героя, не так-то и просто отцу тренировать сына. Особенно переживаешь эмоционально, говорит Виктор Павлович, и признает, что в свое время был чрезмерно требователен к своему сыну. Он научился на этих ошибках, и нахватался их, и прочее. Сейчас это уже на любого ребенка тут надо успокаивать, и больше даже, наверное, родителей надо успокаивать, как бы, и готовить, что не все, все ждут сразу победы, все ждут, когда ребенок вот приходит на соревнования и проводит родителей, все переживают. С самого детства к спорту наш герой приобщил и свою дочь Викторию. Активно, всей семьей жили в спорте, не только с братом, всегда с самого детства активно участвовали во всех мероприятиях, начиная с мама, папа, я, спортивная семья. Никого не надо было заставлять, все только были рады этим событиям, мероприятиям. А еще Виктор Шундиков считает себя счастливым человеком, говорит, что практически все цели, которые были намечены, исполнились, и во многом благодаря поддержке самого близкого человека – супруги. В принципе, доволен всем. Семья прекрасная, супруга, жена, которая, как бы, может быть, сказать, что более, если половину брать, то у нее большая половина – фундамент нашей семьи, потому что она, как бы, всегда сплачивает, всегда переживает за нас. Ну, всегда это, как бы сказать, питательная среда, потому что кухня, она, тем более, она профессиональный повар у нас, как бы, и всегда готовить кухню и прочее – это первостепенно, забота всегда. Да, и дети на ней лежали, сейчас и внуки всегда, ну, всегда отдает всю свою душу, здоровье, силы для семьи. Вот, поэтому я счастлив, что у меня такие прекрасные дети, благодаря моей жене, вот, что у моих детей такие внуки. Кто рано встает, тому Бог дает. Естественно, конечно, если честно говоря, у любого руководителя как будто не было. Все-таки планерка, она идет даже, когда и спать ложишься, потому что ты думаешь о будущем дне. Татьяна Викторовна Белян вот уже шесть лет успешно руководит сельхозпредприятием «Завидовское» в Добружском районе. Благодаря ее грамотному и профессиональному подходу к работе предприятие за несколько лет смогло занять лидерские позиции среди других хозяйств не только района, но и в целом Гомельской области. Основные производственные специализации ОАО «Завидовское» – производство молока и мяса, выращивание зерновых и зернобобовых, кормовых и технических культур. В отрасли растеневодства специалисты хозяйства делают ставку на внедрение прогрессивных технологий повышения эффективности использования земель. Наша героиня – уроженка Рогачевского района. Родители еще с детства приучили ее к труду на земле. Родители с детства нам привили именно ту, можно сказать, ответственность к работе лошадь, корова, свиньи, свое, как говорится, личное подсобное хозяйство. Обработка той же самой почвы, посадка картофеля. Мы все совместно, семейно, все делали сами и все помогали родителям. Татьяна Викторовна закончила Поболовскую среднюю школу и, как говорит наша героиня, еще со школьной скамьи она сильно увлекалась спортом. Постоянно тренировалась на базе специализированной детско-юношеской школы Рогачевского района, становилась неоднократным победителем спортивных состязаний. Участвуя в различных мероприятиях, соревнованиях, мною также были достигнуты успехи получения различных разрадов спортивных. На сегодняшний день я являюсь обладателем практически по всем видам спорта, а именно игровым даже, так как я являлась и участником сборной не только района, и областной сборной, и даже мы представляли Гомельскую область в республике. Также являемся первым по всем разрядам и на сегодняшний день также имею звание кандидат мастера спорта. По видам спорта это многоборье. Но несмотря на спортивные успехи, Татьяна Викторовна все же решила пойти осваивать сферу сельского хозяйства. Закончила Краснобережский сельскохозяйственный техникум по специальности агрохимия и семеноводство – защита растений. После по распределению пришла работать агрономом-семеноводом в сельхозпредприятии имени Ленина в населенном пункте Поколюбичи. Здесь она прошла путь до заместителя председателя простеневодству. При этом заочно отучилась в Белорусской сельскохозяйственной академии в Горках. Как говорит наша героиня, труд на ее первом месте работы стал бесценным опытом. На Гомельском районе составило полных 9 лет. Естественно, за период этого, конечно, я хочу обозначить, что все-таки школа очень хорошая, колхоз СПК мне и Ленина. Очень большая школа в плане того, что, как и специалиста в тех или иных технологиях. За период работы, конечно, мы сотрудничали очень много, проводили различных опытов на наших полях с Институтом защиты растений. Приезжали ко мне ученые, различные опыты на тех или иных культурах сельскохозяйственных делали. Также на основе этих опытов, когда уже я училась в высшем учебном заведении, как ранее я говорила, это сельскохозяйственная академия, город Горки, была дипломная написана на фоне этих всех опытов, выращивание и обработка картофеля. После Татьяна Белян работала в Дубружском райисполкоме, затем ей поступило предложение возглавить местное сельхозпредприятие. Конечно, советуемся с родителями, потому что они основа основ, которые дали нам жизнь, поэтому всегда мы с ними советуемся. Как бы у нас с первых лет своей жизни закладано, что надо советоваться с родителями. Конечно, с родителями поговорили, но отец, конечно, дал свою, как говорится, оценку и сказал, я считаю, что ты можешь быть уже руководителем, так как уже за плечами уже есть опыт работы, а именно опыт сельскохозяйства. 2 октября 2012 года стала руководителем СУП «Завидовская». Конечно, предприятие, можно сказать, одной из валообразующих в районе, так как обладает площадью парадка сельхоз и угодий 6424 гектара. Сейчас в хозяйстве для проведения всех видов полевых работ имеется необходимая техника – прицепные навесные агрегаты. Плановая модернизация животноводческих объектов, обновление оборудования позволяет хозяйству увеличивать объемы производства животноводческой продукции и улучшать ее качество. А до прихода Татьяны Викторовны Белян на предприятии все было иначе. Когда привезли меня уже представлять трудовому коллективу, то, естественно, это уже было после обеденного времени. Пообщались, я представилась своим, естественно, некоторые уже знали. После мы проехали со своим начальником управления на машинно-тракторный парк. Что я увидела? Я увидела, что техники нет. Я поинтересовалась, скажу, а где техника? Говорит, как где? Говорит, по домам. Мне сразу остро встал вопрос, как это так? Всех на мих двор. Естественно, тогда уже почувствовали люди, что, конечно, прошел руководитель, что, как всегда говорят, новая метла метет по-новому. И, конечно, с моим проходом я увидела ту недоработку именно в тех или иных позициях. Предприятие, конечно, производство продукции производило столько, что не обеспечило даже для выплаты заработной платы. Татьяне Викторовне и ее коллективу потребовалось пару лет, чтобы добиться стабильности в работе предприятия, возможности обеспечения работников достойной зарплатой. Например, только показатели по надоям молока выросли в разы. Но, как говорит сама Татьяна Викторовна, нынешние успехи были бы невозможны без государственной поддержки. Госпрограмма возрождения и развития села в свое время позволила построить в хозяйстве новый животноводческий комплекс с доильным мобильным блоком. Сегодня именно комплекс приносит основную прибыль от молока, которое поступает на переработку только сортом «Экстра». Молочно-товарная ферма «Центр», а именно дальномолочный блок с размещением 600 скотомест. Значит, на данном объекте реализация данного молока идет сортом «Экстра» – 93%. Значит, на предприятии с начала года в отраси животноводства производство молока и реализация достигнуто на уровне 101,4%. Сырьевой зоной является у нас СОО «Белый сыр» – город Калинковичи. Конечно, с переходом на другую сырьевую зону, а именно на данную территорию, предприятие позволяет себе все-таки платежеспособности и именно в своевременности, выплаты заработной платы, покупки запасных частей, также для приобретения горчосмазочных материалов. На данный момент результат работы предприятия напрямую зависит от каждого специалиста, считает Татьяна Викторовна. В коллективе у нашей героини более 140 человек, и к каждому Татьяна Белян находит подход. Очень важно, чтобы человеку было комфортно работать. Немало ВОО «Завидовская» и молодых специалистов. Их также директор не оставляет без внимания и, если необходимо, делится своим опытом. Пришел молодым специалистом в 2017 году. Работа нравится. Хоть и сложная, но нравится работа. Моей задачей является работа с машино-тракторным парком, а именно техническое обслуживание, энергонасыщенных тракторов, кормоуборочной техники, зерноуборочной, посевной. Наша героиня говорит, что сотрудников обязательно надо мотивировать к труду. Для тех, кто не нарушает дисциплину, показывает хорошие результаты в работе, предусмотрены премии, им также выдается натуроплата зерном, ведь многие содержат домашнее хозяйство. А недавно ОАО «Завидовская» взяла в аренду небольшое озеро. Теперь работники сельхозпредприятия еще обеспечены и свежей рыбой. Как о сильном руководителе и человеке слова, о Татьяне Белян отзывается и местное руководство. Когда Татьяна Викторовна пришла к нам в 2013 году, нам показалась молодая хрупкая женщина, и мы не сразу в нее поверили. Казалось, что она сможет. Такое хозяйство, которое было, конечно, в плачевном состоянии, мы не надеялись на то, что она сможет что-то здесь поднять как-то. Но потом мы поняли, она, во-первых, ставит всегда конкретные задачи перед собой, цели ставит конкретные, ставит правильные, а главное, продуманные задачи перед своим коллективом, и они плодотворно это все выполняют, у них это все получается. Своим примером, своей трудоспособностью Татьяна Викторовна повела за собой людей. Люди поверили в нее, и поэтому есть такой результат. Сегодня у нас люди имеют достойные заработные платы, повышается жизненный уровень наших людей. Это видно даже по подворьям. Люди стараются преобразить свои дома. Многие сейчас к нам обращаются за реконструкцией, проводят ремонт своих жилищ. Поэтому ведь все это благодаря материальному достатку. И все они это получили в ОАО «Завидовская». Кроме того, ОАО «Завидовская» всегда оказывает посильную помощь и местному учреждению образования. Ежегодно она нас не оставляет одних при подготовке к новому учебному году. Это строительные материалы, это спортивное оборудование. А в этом году нам повезло. Татьяна Викторовна нам подарила мультимедиа. И наши уроки вышли на более другой уровень, более интересными стали. Кстати, надо добавить, что предприятие не раз становилось победителем соревнований в сельскохозяйственной отрасли. В 2017 году мне была вручена медаль согласно президиуму Республиканского профсоюза. Работника агропромышленного комплекса. Вот такая была вручена медаль. И, конечно, на подведение итогов района она была вручена именно старшиней, именно белорусского профсоюза работника агропромышленного комплекса Николая Максимовича Младышева. Конечно, равняются и специалисты на руководителя. Никогда не останавливаться на достигнутом. Такой девиз у руководителя ОАО «Завидовская». А потому предприятию предстоит еще многое сделать. Редактор субтитров А.Семкин